На сцене должен был быть мой коллега Антон, а буду снова я, придется слушать. Но все, что хотел рассказать Антон, я постараюсь передать в оригинальном виде. Собственно, на слайде Антон — это автор и главный человек в том, о чем будет доклад. Его труды, его идеи, они имплементированы во всем, о чем будет дальше идти речь. Вирусный аналитик, опытный специалист по кибергрозам, сейчас прикладывает максимум своих знаний и энтузиазма, чтобы передать все накопленное в какое-то общее полезное пользование и главный реализатор инструмента. Ну, собственно, я руковожу отделом, который старательно борется с малаварию, выпускает технологии и решения в продукты Postive Technologies. Сегодня будем говорить о буткетах. Вчера говорили про буткеты, а сегодня будем говорить про буткеты. Вот план. После предыдущего доклада немножко отдохнем. Сейчас введение, погрузимся в понятие буткетов. Дальше мы сразу перейдем к тому, как их обнаруживать, как обнаруживать так называемые старые буткеты, по старым принципам работающие, как обнаруживать новые так называемые. И подытожим, будут техники, будут подходы к тому, как это обнаруживать. Собственно, введение буткеты. Вспоминаем, что такое есть эти самые буткеты. Сверху цепочка запуска компьютера. У нас можно выделить, ну, можно выделить в большей стадии, можно целый доклад выделить про то, как работает компьютер, как он запускается. Будем говорить упрощенно, в три стадии он работает, есть какая-то предпредготовка, дальше у нас есть процесс загрузки ядра операционной системы, и дальше уже прогружается все остальное в операционную систему. Для простоты можно так выделить. Буткит находится в самой первой стадии, его задача существенно повлиять на загрузку операционной системы. То есть он находится до всего многообразия действий, и его задача на процесс легитимной загрузки повлиять, чтобы строился вредностный год и дальше запустился. Вот прям простыми максимально словами. Значит, еще раз, да, Буткит, задача загрузиться как можно раньше, чем раньше у него это получится, тем лучше. Почему это важно? Потому что в таком случае его сложнее всего обнаружить, потому что в таком случае можно получить максимум возможностей, привилегий для того, чтобы строить вредоносный код на разных стадиях загрузки операционной системы. Ну и, если брать немножко соотношение с названием доклада, это некое нарушение понятия такого доверия к корню всего процесса проверки легитимности, целостности, коллектности работы всей системы. То есть чем раньше он стартанет, тем меньше мы можем доверять всему происходящему в следующих стадиях загрузки операционной системы. Это очень важно, потому что когда загружен компьютер, по умолчанию можно считать, что раз ничего еще не делалось, значит все с ним в порядке. Но в данном случае, когда существует такое понятие, как Буткит, никогда не знаешь, какой компьютер включится, будет безопасно работающим, да, таким чистым, какой нет. Вот. Дальше уже про сами Буткиты. Выделяем два класса, и о двух классах мы сегодня будем говорить. Это Буткиты под Лига Сибиус, так называемый, да, старенький режим работы компьютеров, прошивки. И новый, UEFI. Вот разделяем на эти два класса. Как мы будем исследовать и обнаруживать Буткиты? Только с помощью гипервизора, только с помощью виртуальных машин. Потому что когда у нас речь идет о компьютере, который перезагружается и начинается его работа с самого начала, у нас нет надежного инструмента, как можно проследить всю цепочку загрузки, чтобы в нужный момент принять решение о том, что что-то идет не так. Нам нужен некий надзиратель сверху, который видит весь этот процесс, сложный, да, на самом деле процесс, и в нужный момент может увидеть, что что-то пошло не так. Поэтому нужен гипервизор, нужны виртуальные машины, которые воспроизводят работу операционной системы. Вроде бы все ожидаемо и логично. Что мы понимаем под гипервизором? Конечно же, мы понимаем наш любимый инструмент, который называется Дракфуф, о котором мы постоянно говорим. Но он там не единственный. Под гипервизором мы понимаем, вообще говоря, саму эту аппаратную, софтварную, простите, да, оснастку Xen. Можно использовать на самом деле не Xen, можно использовать KVM. Ну, Дракфуф лучше всего дружит с Xen. Для того, чтобы это работало, нужна дополнительная обвязка над гипервизором, которая позволяет упростить дальнейшую работу. Гипервизоры разные, они имеют свои различные, ну, API давайте тогда скажем. Соответственно, нужно что-то, что позволит унифицировать работу по сложным каких-то там, да, базовым техническим вещам. Для этого придумали решение библиотеку LeapVMI. Она является неким таким прослоченным звеном между сложным техническим уровнем гипера и какой-то уже абстракцией более-менее понятным человеку. Про то, что нужно вычитать что-то из памяти, про то, что нужно вычитать из состояния регистров и так далее. Также в LeapVMI, это вот правая часть слайда, реализована обработка цепочки событий с коллбеками. То есть, когда у нас поступают события от гипервизора, этот такой чейн событий, над ним проводится обработка. И под каждым событием можно, да, по проверенным параметрам выполнить еще что-то и каким-то образом повлиять на дальнейшую работу виртуальной машины. То есть, без LeapVMI такого именно архитектурного подхода не существовало. Ну, а, соответственно, дальше у нас есть над LeapVMI DragWoof, который дает максимально уже широкую и высокую абстракцию для программиста, для того, кто является там специалистом, да, который пытается как-то его применить и получить пользу. Это вот возможности выставить бряки, вот там на верхнем слайде, да, выставляются бряки на сисковые. Это возможность получить данные по какому-то адресу в системе, разрезовывать символ в адрес. Это получить уже какие-то понятные объекты из операционной системы, там, списки процессов, там, драйверов и так далее. И уже из этих объектов получить дополнительную информацию, там, про имя процесса, про идентификатор, про путь, откуда он запущен и так далее. Это вот вместо такого вступления, чем мы пользуемся. Дальше. Для чего нам это все надо применять? Давайте разбираться о принципиальных, я повторюсь, да, о принципиальных моментах, как работают будкиты. Потому что можно рассмотреть каждый из них, и можно рассмотреть это очень-очень долго. И будет много интересного в поведении каждого из представителей, но есть у них общие черты, такие реперные точки, да, которые нам представляют наиболее высокий интерес. Прежде всего, зачем говорить о Лиге Сибиосе в 2022 году? Выходят ресерчи, выходят отчеты, пишут вендоры про новых или хорошо забытых старых представителей будкитов, вот там, Финспай, да, и Спектр на слайде. В принципе, эти семейства тащат с собой не только будкит под UEFI, но и под Лигесе. Об этом пишут, это фиксируют, это работает. То есть, с одной стороны, аргумент про то, почему на это нельзя закрыть глаза, потому что это все еще в ходу. Почему это все еще в ходу? Потому что виртуальная инфраструктура часто реализована на подходе Лигесе. Часто бывает и такое, все-таки не забываем, в какой стране мы живем, что ряд инфраструктур, ряд компьютеров все еще работают не под режимом UEFI. Поэтому это все еще важно, мы на это не можем закрыть глаза и упускать из внимания. Вспоминаем, как быстренько выглядит процесс загрузки перцонки, если у нас в качестве прошивки Лига Сибиос. Сначала у нас вступает в игру программный код, задача которого подготовить аппаратный слой компьютера для дальнейших примитивных операций для работы с диском, для работы с памятью. После чего у нас появляется на жестком диске главная загрузочная запись, с которой начинается все, на которое передается управление. Задача МБР – найти активный раздел, вычитать оттуда уже ВБР, Volume, Boot Record. И в ВБР находится указатель на чуть-чуть больший по размеру код, чем тот же МБР, задача которого – распарсить структуру НТФС и вычленить оттуда Boot Manager. Вот этот код называется IPL. Он достаточно немного занимает место, но тем не менее меньше, чем занимает сама загрузочная запись ВБР, поэтому требуется отдельный переход на него. После того, как мы нашли Boot Manager, его задача – вычитать BCD параметры, Boot Configuration Data параметры и подготовить следующий этап к запуску ядра. Соответственно, Winload знает о параметрах запуска системы, ну и там еще много других нюансов, которые нам не так важны. В итоге Winload загружает ядро операционной системы. Все, с того момента у нас есть ядро и весь прочий рантайм загружается на дальнейших стадиях. Это нам для сегодняшнего доклада тоже не имеет большого значения. Вот так вот выглядит этот чейн. Для Boot Keta важнее всего, как мы сказали с самого начала, закрепиться как можно раньше. И по идее можно было бы рассуждать на тему того, не закрепиться бы на первой же плашке, которая называется BIOS. Но практика показывает, что эта часть кода может на всех компьютерах существенно отличаться, если разные производители, разные версии и так далее. Да, и ошибка в коде при заражении BIOS, ну вообще так существенно уже кирпичивает компьютер, и это большой риск, то есть он просто себя не оправдывает. Поэтому вирус писатели начали с того, что заражали МБР, затем ВБР. Вот давайте разбираться, как они это делали. Соответственно, в случае МБР, понятно самое, да, очевидно, это заражается, главное, загрузочная запись. То есть была одна, становится другая. Нам важно не то, как они это сейчас достигли, нам важно это запомнить, что первая часть действий БУДКИТа, ну или того, что устанавливает БУДКИТа, это заразить МБР. То есть вредоносный код попадает сюда. Что дальше? Дальше можно добраться до ВБР, и тут уже варианты. Можно создать новый активный раздел, соответственно, будет новая ВБР, она будет указывать на свой какой-то там, да, уже вредоносный код в разделе IPL. Вот следующая стадия заражения. Можно взять действующий активный раздел, действующий ВБР, и подменить код, на который она указывает. Можно подменить указатель на свою IPL, который мы где-то расположим. Так или иначе, это стадия заражения на этапе ВБР. Чуть ниже уже нет смысла особо заражать, потому что это слишком уже такие нефундаментальные этапы. БУДКИТам гораздо надежнее оказаться на стадии работы МБР, ВБР. Соответственно, заражение, как делается, ну, здесь все достаточно просто с точки зрения, там, да, среды пользователей. Есть юзер-мод, из юзер-мода есть соответствующая API, которая получает доступ к диску, сырой доступ к диску, после чего производится запись в соответствующие сектора этого диска, ну, там, по смещениям, которые можно отдельно проговаривать. Сегодня мы на это внимание не заостряем. Ну, то есть есть API, в общем-то, заражение таким БУДКИТом можно фиксировать в обыкновенной среде анализов, среде анализа ходовых песочниц. То же самое касается, там, заражения ВБР, заражения IPL, то есть это все про сырой доступ только к разным партициям. Есть также вариант записи на диск через CASI интерфейс, ну, опять же, там, да, это девайс-контрол из юзер-мода. Здесь чего-то такого принципиального не будет. Итого, давайте попытаемся понять на этом этапе, что мы имеем с точки зрения работы Лигаси БУДКИТа. У нас есть возможность проверить МБР, ВБР, IPL в качестве тех мест, где он может оказаться. Соответственно, мы можем на старте анализа посчитать хэш-сумы этих разделов, по окончанию анализа вновь посчитать хэш-сумы, их сравнить. Если есть расхождение, значит, случилось заражение. Как оно произошло с помощью указанных методов на предыдущих слайдах или как-то иначе, не так важно. Важно, что в легитимном порядке такого случиться не должно. Ну, с точки зрения реализации на Дракфуфе, что необходимо было сделать? Не было функционала, который позволяет Дракфуфу прочитать диск виртуальной машины, чтобы следом вычитать все эти записи загрузочные и предварительный код IPL, чтобы как-то его обсчитать и проанализировать. Поэтому понадобилась эта служебная часть работы. Мы написали код для библиотеки LibbyMai, которая научилась зачитывать диски, причем в разных форматах, в сыром формате и в специальном формате QCO2. После чего мы имели возможность парсить дальше все структуры, получать данные. Ну, вот фрагменты кода, как эти суммы считаются. Здесь ничего сложного, наверное, вы не увидите. То, что я рассказал, это здесь и реализовано. Дальше просто идут сравнения подсчитанных хэш-сум. Вот очень простой рабочий метод, как обнаруживать огромные пласты буткетов под легоси системы. Но мы решили на этом не остановиться и подумали, ну хорошо, у нас произошло заражение системы, а давайте мы попробуем проанализировать процесс загрузки операционки после этого действия. Зачем? Ну, в частности, потому что существует вот такая вот табличка, Interrupt Vector Table, в которой каждый буткет сделает одну важную вещь. Он перезапишет по 13-му смещению указатель на обработчик дисковых операций. Каждому буткету, чтобы успешно заразить операционную систему, потребуется перехватить это прерывание, чтобы дальше внедрить свой родственной код. Вот все известные легоси буткеты действовали по такому принципу. И мы захотели заодно этот момент проверять, а происходит ли перехват хендлера в AVT, или, возможно, еще какие-то хендлеры перехватываются. Значит, нам нужно было в стадии предзагрузки в какой-то момент получить управление, зафиксировать перехват на табличке AVT, чтобы в дальнейшем этот перехват обработать и, собственно, это действие зарегистрировать. Для этого мы поступили очень хитро. Это не будет на слайде, я это так расскажу. Кто анализировал библиотеки в юзер-моде, наверное, сталкивался с тем, что иногда очень удобно поставить breakpoint за счет патчинга библиотеки на инструкцию jump минус один. И получается такой цикл прыжок инструкции на саму себя. Вот в Assembleton коде это выглядит как EBFE. Вот FE это как раз есть минус один, прыжок на один батик назад. И мы попробовали вот такую штуку просто сделать. Мы брали MBR и первые два байта перезаписывали на эту пару байтиков EBFE, чтобы происходило зацикливание. Это прикольно работало. Это нам позволяло перезапустить виртуальную машину, подождать какое-то время, после этого подцепить drag-woof на эту стадию анализа. И мы всегда знали, где мы находимся в этот момент. Можно было дальше остановить машину, подменить байты в обратную и продолжить уже выполнение, зарегистрировав перехват. Но когда мы столкнулись уже с той частью работы, которая называется продуктовая, мы поняли, что вот этот цикл отжирает процессорного времени. Это не очень желательно. Поэтому мы нашли специальный вызов, который делает выход на гипервизор. Назваемый вызов VM-HALT. Он по факту приводит к тому же, к чему приводит инструкция NOB в Assembler. Это ничего не делает гипервизор. Но вот этот выход в гипервон немножко тратит на себя время, при этом процессор свои ресурсы на это тратит мало. И в итоге мы сделали такой небольшой фрагмент кода, который зацикленно вызывает вот этот VM-HALT на гипервизорексен. Ну и, соответственно, дальше происходит подцепка drag-woof к этому моменту, восстановление байт в нужную последовательность, после чего происходит перехват таблицы AVT. Сейчас перелесну слайдик. Вот так это выглядит. То есть мы ставим перехват на запись в табличку AVT, после чего, когда случается событие, сработавшего брейкпоинта, мы проверяем, в каком месте произошла запись, и знаем, какой хендлер перезаписан. Ну, такая дополнительная информация про то, как именно действует bootkit дальше. Ладно, с AVT разобрались, а потом мы вспомнили, что есть такая штука, как RavNix, а RavNix интересным способом переживал переключение процессора из реального режима в защищенный. Суть в том, что он пытался и успешно расположить следующий фрагмент вредоносной части в таблице IDT, Descriptor Table, которая есть аналог AVT, просто она в защищенном режиме. И вот IDT выглядит так, что это табличка из двух половинок. В первой половинке прерывание есть, а во второй половинке пусто. И вот эти нолики RavNix перезаписывал на фрагменты вредоносного кода, после чего туда передавалось управление. Тогда мы попытались найти место, где происходит передача управления из реального в защищенный режим. Эта функция называется BMMain, вот она снизу там написана, она находится в BootManager. Соответственно, находится она тут, надо пояснить, в BootManager.exe там сверху написано, отдельно BootManager, отдельно BootManager.exe. BootManager это та часть, которая работает в реальном режиме, BootManager.exe это та часть, которая работает в защищенном режиме процессора. Соответственно, в первой части происходит инициализация этой самой IDT, после чего вот здесь делается вот такой вот неявный прыжок, и мы оказываемся в BootManager.exe, в какой-то момент доходим до функции BMain, и вот туда мы ставили перехват. После того, как мы оказались в BMain, мы могли проверить состояние таблицы IDT. И если во второй половине этой таблицы есть что-то кроме нулей, то мы говорим про то, что кто-то туда что-то еще дополнительное записал. Таким образом, можно более конкретнее сделать вывод, что это был за BootKit, если был это ровник или что-то наподобие него, то это будет зафиксировано. Тут по коду, можете увидеть, что идут простые операции сравнения батиков с ноликами. Вот я вот сюда, если встану, сюда покажу, наверное, видно будет. Это вот здесь. То есть как только мы видим, что кто-то что-то кроме нуля записано во второй половине, то пишется сообщение о том, что кто-то в IDT в дополнение чего-то странного накидал. Такого быть в легитимном порядке не должно. Это был такой интересный челлендж про то, как работать в режиме, когда компьютер загружается. DragFoof мы привыкли использовать ранее для анализа вьюзер-мода, кернал-мода, а здесь получился анализ preos boot. Мы эту часть назвали DragFoof 16, примерно как Arzamas 16, только DragFoof 16. И получается, что после того, как мы проанализировали стадию предзагрузки, мы просто завершаем стадию анализа DragFoof 16, передаем управление на обыкновенный DragFoof, которым из коробки можно пользоваться. Это был Legacy. Давайте про UEFI. В случае UEFI у нас рисунок проще, потому что лень было разрисовывать первую плашку, про которую можно еще один доклад, наверное, рассказывать, а может быть и не один. Мы не будем сильно углубляться в то, как именно устроен процесс инициализации работы UEFI, про все эти PIE, DXE драйвера, и про то, как все это устроено. Нам, скорее, важно выделить этапы. То есть есть некий стейт работы, когда у нас используется набор кодов прошивки SPI, после чего у нас появляется передача управления на те блоки программ, которые находятся в выделенной партиции на диске. Называется EFI System Partition. И вот, соответственно, остальные перечисленные плашки BootManager FW, EFI, Winload, NTS Kernel. Ну, NTS Kernel-то, понятно, уже лежит не там, но суть в том, что остальные стадии, они очень похожи на стадии, которые были в Лигасе. То есть их задача та же самая. BootManager FW, EFI занимается подготовкой, собственно, запуска Winload с передачи BCD-параметров, Winload загружает ядро. То есть интересное происходит, собственно, на стадии у EFI, но давайте разбираться, а что же делают эти самые современные BootKits, которые наточены на такой подход загрузки операционной системы. Прежде всего, самое простое, про что уже сказано, у нас есть EFI System Partition, они лежат важнейшие компоненты, один из них BootManager. С BootManager можно сделать всякое, его можно пропатчить, его, соответственно, можно подменить. Если мы просто уберем его, положим другой, или даже не на то же место, а в какой-то еще, то потом мы обратимся к NVRAM-переменной в BCD-параметрах, который отвечает за указку этого самого BootManager. Мы просто переинициализируем значение этой перемены, укажем другой файл, и у нас дальнейшая часть прогрузки системы будет запускаться с другого файла. Действие достаточно примитивное, простое, но такое встречалось, так действовали. Такой же был принцип, в общем-то, заражения у недавно найденного финспая, у вектора EDK, который утек из хакинг-тим, тоже была такая особенность. Соответственно, сразу встает задача, как бы нам взять эти компоненты и посчитать, но задача также решилась служебным приемом. Нам надо было как-то находить эту EFI System Partition, у нас разметка GDT, в GDT есть несколько разделов, которые определяются гуидами, нам нужен конкретный гуид, вот он выделен рамочкой на слайде, этот гуид отвечает за EFI System Partition. Собственно, дальше мы парсим FAT32, парсили мы это уже в самом Дракфуфе, после чего доставали файлики, доставали списки каталогов, и здесь же делали подсчет этих самых контрольных сумм, то есть мы фиксировали хэшами состояние бут-менеджера, ну вот этот бут x64 EFI, это тоже бут-менеджер, просто тот же самый, это бэкап. Просто если первый работать не будет, чтобы можно было с бэкапа запуститься, BCD это, соответственно, куст BCD параметров, который влияет на способ загрузки операционной системы. Собственно, весь этот контент мы хэшировали, ну и вообще состояние директорий, именно листинг, мы тоже фиксировали, если дальше мы обнаруживали, что что-то подменено, значит, произошло заражение бут-китом, заражение F-System Partition. Это такой достаточно понятный, наверное, этап, дальше будет более непонятный этап, который случился в 2018 году, когда нашли бут-кит Logix. С тех времен находили немного бут-китов, для которых поняли изначально вектор заражения. Там было много спекуляций, много гипотез, но четкого понимания о векторе заражения не складывалось. Собственно, особенностью Logix была в том, что он заражал непосредственно SPI и производил перезапись прошивки. Собственно, весь дальнейший сербор, когда мы говорим про UEFI и бут-киты, заражается в том, как заразить SPI. И вот все эти прочие проблемы и уязвимости в режиме SMM, который находится, все это ради того, чтобы заразить SPI. Поэтому нам нужно сейчас сфокусироваться на том, как же это происходит, и выделить какие-то самые интересные особенности вот этой части работы. Здесь нарисованы схемы из отчета компании SET про то, как происходило чтение и запись в прошивку. Сейчас мы вот эти этапы будем разбирать. Ну, прежде надо сказать, что Logix, как и вообще другой банковский Redano StrikBot, у которого появился компонент StrikBoot, они использовали драйвер, который называется RV Everything, это легитимный драйвер, для того, чтобы взаимодействовать с этой самой прошивкой, ну, чтобы не переписывать всю эту кучку кода, вот они использовали уже имеющиеся решения. Поэтому, в принципе, если вы хотите какую-то долю заражения поймать, можно просто фиксировать появление такого драйвера в системе и уже к этому присматриваться, наверное, он там появился не просто так. Тем не менее, что TrickBoot, что Logix использовали в дальнейшем один и тот же подход к действию. В чем этот подход заключался? Значит, смотрите, нужно записать в SPI, нужно как-то до нее добраться. Прежде всего, есть такая характеристика у каждого PCI-устройства, которым SPI, кстати, и является, который называется PCI Configuration Space. Это вот 256 байт вот такой структуры. Здесь в середине есть большой белый прямоугольник, в котором написано Base Address Registers. Это вот то место, до которого нужно добраться. Вот в этом белом прямоугольнике по некоторому смещению находится определенная ячейка, которая называется RCBA. Вот на слайде слева в углу аббревиатура написано. Это регистр. В этом регистре находится значение. Вот это значение указывает на место в физической уже памяти компьютера, где находится отображение вот такого вот блока других регистров, который называется RCRB. Сложно? Если мысль теряете, мы сейчас еще раз это проговорим целиком. То есть у нас есть регистр, в нем есть значение, которое является указателем на физическую память, в которой отображены другие регистры. То есть важно в данном случае драйверу получить информацию, где в физической памяти компьютера лежит вот этот набор регистров. А этот набор регистров – это управляющий регистр для работы с SPI. Собственно, дальше уже тот же OJX, если смотреть на предыдущие картинки, работает именно с этими регистрами. Здесь вот есть аббревиатуры непонятные. Эти аббревиатуры – это и есть кодирование этих самых отображенных регистров на физическую память. Дальше уже есть последовательность команд, как зачитать, как записать порциями данные в, ну, соответственно, в обратный SPI. Собственно, давайте еще раз попробуем… Ну, нет, сейчас мы еще… Да, поймем главное, собственно. А как нам этот самый PCI Configuration Space пространство-то получить? То есть мы же там ходим дальше по оффсетам, да? Как нам изначально до него добраться? Есть, вообще говоря, два варианта. Есть два варианта. Вот здесь представлен один вариант и тот, который использовался и в случае OJX, и в случае TrickBoot. Это взаимодействие с помощью ассемблерных команд in-out с портами config address и config data. Вот это взаимодействие позволяет вычитать или, наоборот, записать в адресное пространство PCI-устройство. Соответственно, в качестве параметра в эти команды подается адрес, вот он указан зеленым. Этот адрес, он кодируется из предварительной информации о шине, соответственно, о девайсе, о номере функции. И четвертым параметром является смещение вот в этом самом пространстве, куда надо сделать запись или откуда надо что-то вычитать. Там есть формула, которая вот эти четыре значения кодирует в одно число. Ну, суть в том, что вот мы имеем в итоге вот такой вот алгоритм. Все-таки на одном слайде еще раз написана вся последовательность действий, которую нужно сделать, чтобы с SPI поработать. То есть давайте попробуем еще раз вот эту непонятную логику проговорить, потому что на слух по своему опыту, понимая, воспринимается это сложно. То есть сначала, что надо сделать? Нужно использовать инструкции in-out, собственно, обратиться к определенным портам для того, чтобы получить информацию о адресном пространстве PCI-устройства. После чего, когда у нас есть возможность данные из этого пространства читать, мы читаем значение регистра РЦБА, в котором находится указатель на физическую память. После этого, когда мы имеем этот указатель, мы идем в физическую память и находим туда отображение управляющих регистров РЦРБ. Это блок регистров. И когда мы имеем это отображение, мы можем пользоваться некоторыми регистрами для того, чтобы читать из SPI данные и писать обратно. Есть, как я уже сказал, да я не договорил, есть способ, как получить адресное пространство PCI по-другому. В более свежих чипсетах есть изначально отображение этого самого блока управляющих регистров, а адрес написан в определенной ячейке таблицы ACPI. Поэтому можно сходить в табличку ACPI, оттуда извлечь физический адрес отображения этих самых блоков и дальше им пользоваться. То есть не нужно делать инструкции ввода-вывода ассемблерные, можно воспользоваться ACPI-таблицей. Но мы пошли этим путем, во-первых, потому что так действовали буткиты, во-вторых, потому что этот метод считается более надежным. Кто-то пишет про то, что работа с маппингом физической памяти, когда нам нужно ее виртуально отобразить, может привести к проблеме риск-кондишен. Но мы это сами не проверяли. Но в конце концов, что стало более важным фактором в всей этой среде виртуальной под ксеном, просто не было в ACPI-таблице необходимого оффсета в определенной ячейке, где находится вот это отображение физической памяти. Ну, соответственно, это потребовало бы каких-то доработок. Это некий туду-лист на будущее для нас. Собственно, дальше мы, в общем-то, поняли, как буткиты заражали SPI и попытались вот эту попытку каким-то образом поймать. И для нас, видимо, самым интересным и стало поймать первую часть про работу с гипервизором инструкциями in-out. И in-out. Обе эти инструкции делают выход из виртуальной машины в гипервизор. То, собственно, то, с помощью чего гипервизор имеет возможность анализировать стейт виртуальной машины. Этот стейт можно анализировать в момент выхода из виртуальной машины, когда происходит VM-exit. Есть много ассемблерных инструкций, которые позволяют привести к такой ситуации. Вот та же инструкция CPIID, которую используют в качестве антивМ-техники. Там есть еще инструкция RDTSC, которая позволяет получать такты процессорного времени. Собственно, in-out тоже приводит к такой штуке. Но у нас не было возможности это подхватывать. Не было реализовано это ни на какой стадии, ни в DarkFu, ни в LibbyMai, ни вообще в самом API Xena, как возможность, к которой можно подцепиться, дальше обработать ситуацию. В итоге мы полезли в Xen, сделали там доработку. После чего прокинули вот эту доработку до DarkFu, доработка примерно вот так вот выглядела. То есть мы добавили логику хендлинга ситуации, когда происходит VM-exit по инструкции ввода-вывода. После чего мы это вытаскиваем из ивентов LibbyMai, дотаскиваем до DarkFu и в конечном счете обрабатываем. Обрабатываем очень просто. Мы ставим перехват на факт выхода из виртуальной машины по инструкции ввода-вывода. После чего мы проверяем, в какой порт идет обращение. Если это порт 0CF8, PCI-config адрес, то мы говорим про то, что, ну, собственно, здравствуйте, кто-то вот хочет прочитать PCI-configuration space. И это уже хороший маркер того, что что-то дальше может пойти не так. То есть, а дальше на самом деле будут варианты. Дальше, как можно рассказывать очень долго, будет история, когда Secure Boot у нас отключен, когда у нас нет защиты, когда мы можем писать в SPI все, что хотим, без всяческих проблем. Будет ситуация, в которой воспользовался OJX. Это уязвимость в режиме SMM, когда отсутствие бита, управляющего двумя другими битами, позволяло один из битов переключать в состояние 0, переводить один из потоков в SMM-режим, использоваться race condition для того, чтобы заблаговременно снять другой защищающий бит, сделать некую манипуляцию из SMM-режима, чтобы включить вот эту возможность записи в прошивку SPI. Вся эта уже история возможностей, какими способами дальше может действовать злоумышленник, в данном случае снимается как вопрос, потому что сам факт того, что происходит некая уже разведка и попытка получения информации о прошивке, это хороший признак для того, чтобы вывести это в обнаружение. Собственно, вместо итогов, да, хотелось бы сказать, что это точно еще не конец, то есть мы как минимум понимаем, что нам нужно все-таки для приличия и вообще на всякий такой же пожарный поработать векторы запуска кода в режиме SMM. И вообще мы даже думали над тем, чтобы сделать трассировщик событий под систему UEFI, то есть в некотором смысле получать трассу действий модулей, вызов уефальных опишек и как-то анализировать то, что происходит. На этой стадии. Самая главная проблема сейчас, то, что в текущей версии Xena отсутствует информация об SPI, отсутствует возможность адекватно анализировать SMM-режим, и это требует доработок. На самом деле тут стоит сказать, раз еще есть немножко времени, про то, что вообще сделать любые доработки в Xena – это большая проблема, потому что они принимают патчи в проект старым дедовским способом через письма, и вот в письма летит вот этот вот диф, который нужно вмержить. У нас, соответственно, пару таких попыток привело к блокировке почтовых аккаунтов, потому что мы были заподозрены в чем-то нехорошем в этих действиях. Потом, когда мы в итоге смогли связаться с главными проверяющиками из Xena, мы получали много фидбэка про то, что надо еще где-то что-то доработать, а мы, как ванильные разработчики, не хотели заниматься ревью и рефакторингом кода. Короче, вот эта история существенно у нас подвисла, как донести это до комьюнити в итоге. Ну и мы пытаемся вот эту историю как-то вторым треком решать сейчас. Собственно, что мы имеем сейчас? Мы имеем сейчас состояние, когда мы вот-вот и вынесем в паблик, в гитхаб-проект Драквув, все то, о чем сейчас была речь. Там появится новый плагин, который будет называться Bootkitmon. В этом плагине будет реализовано все то, что сейчас было рассказано. Ну и это будет, естественно, зависимостью над BMI, зависимостью над Xena. Соответственно, пока это в нашем гитхабе находится в состоянии активной разработки, тестирования и приведения в порядок. Скоро будет? Ждите. А с точки зрения выводов, какие выводы можем сделать? Ну вот есть у нас Bootkit-ы, они есть разные, но при этом у них у всех есть свои интересные общие моменты в работе, эти моменты характерные. И нам в каком-то смысле не так важно найти определенное семейство, какое-то определенное отклонение от этих реперных точек. Нам достаточно их успешно фиксировать, гарантированно, чтобы никто не мог нас обмануть. И за эти действия, собственно, эти самые Bootkit-ы ловить. То есть нам нужны фиксации плохих результатов, а не того, каким путем злоумышленник пришел к этим самым результатам. Поэтому вот эти все контрольные суммы и обращение через Inout и не в те места – это вот то, что нам нужно. Соответственно, мы видим, что перехватывать такие события, вообще говоря, на системе сложно. Пока мы себе плохо представляем, как это можно сделать в другом окружении, кроме как виртуальном с применением песочницы. Ну и, соответственно, да, хорошо, что ее оставили. Все-таки у нас самая главная проблема про то, что когда идет стадия предзагрузки операционной системы, происходит много всего интересного. И хотелось бы за этим следить, это оценивать и выявлять что-то нелегитимное, что-то неожидаемое. Вот на этой стадии текущее решение, как архитектурное, как развивающееся дальше, позволяет это делать. И мы призываем в этом участвовать и помогать, собственно, спасать мир от злобных Bootkit-ов. Ждите плагин. А у меня все. Спасибо. У нас есть больше 15 минут, поэтому ваши вопросы, пожалуйста. Вижу там вопрос. Ну, там уже, да, видимо, первые подошли. Давайте оттуда вопрос послушаем. Меня слышно? Хорошо. Да, слышно. Здравствуйте. Собственно, добрый день. Я бы хотел просто попросить услышать пару слов о восстановлении корректной работы, и хотя бы абстрактно каким-то образом описать восстановление конкретной работы загрузки операционной системы после того, как Bootkit уже поработал в системе. Я понял. Ну, каких-то прям ловких рекомендаций сейчас не будет, потому что состояние вообще, да, если мы говорим о прошивке, если мы имеем дело с зараженной прошивкой какой-то взятой отдельной машины, это не типичный кейс. Одно дело, там, разлить по организации одни и те же версии операционной системы, да, и там, с ними что-то восстанавливают. Другое дело, когда речь идет о разных производителях, разных версиях, собственно, этих самых производителей разной версии прошивок, кто-то обновил, кто-то не обновил эти прошивки и все это так далее. Кажется, что вот такого ловкого, надежно работающего автоматического решения предложить сложно. Ну, можно действовать, да, такими, наверное, понятными этапами, как получение дампов чипсетов или получение дампов, там, тех же загрузочных записей, если мы говорим про legacy-режимы, и дальше их восстанавливать, в случае, если что-то идет не так. Ну, для этого нужна какая-то там централизация, да, нужно какое-то решение, которое будет бегать, это все собирать. Возможно, это можно переложить на решение класса EDR, которые могут это делать как респонс на машине пользовательской. Вот, чего-то общего вряд ли получится предложить. Вот только такие варианты. Хорошо, спасибо. Добрый день. Так, добрый день. Спасибо большое за интересный доклад. У меня есть вопрос о перспективах использования вашего плагина и какие есть возможности принять участие в разработке, учитывая, что ваш GitLab закрыт. Перспективы, мы продолжаем это развивать. Соответственно, дальше как будет? Буткетмон окажется в GitHub, в проекте DragWoof. Ну, в общем, репозитория. И вы сможете принять в этом участие. Сейчас это был некий анонс про то, что вот это практически готово для того, чтобы это выложить в паблик, и эти могли пользоваться остальные, и не было глупых багов. То есть вот-вот, и оно появится, сможете принимать участие. Соответственно, что дальше? Дальше это более кропотливая работа с гипервизором, чтобы его научить поддерживать на самом деле более свежие чипсеты, там даже с этим есть проблема. про трассировку у ЕФИ. Вот это то, что мы видим в перспективе дальше. Понял, спасибо вам. Так, вижу две руки. Добрый день. Еще там третья рука есть. Да, спасибо. Скажите, вот мы сейчас с вами рассмотрели такой некий форенсик, да, то есть уже постфактум заражения, анализ, по сути, шагов Буткета. А какие превентивные действия мы можем совершить для того, чтобы это возражение не произошло, да, ну в автоматическом режиме, естественно. Спасибо. Да, вопрос понятен. Что можем предложить? Ну, прежде всего, в части, да, там, первого пункта ответа на вопрос, превентить нужно не Буткит, превентить нужно то, что его устанавливают. То есть любая малая, прежде чем установить Буткит, она сделает много своих действий по запоразведке, по персисту, да, и по чейну выполнения, и до загрузки вредностного кода, и вообще по-хорошему надо ловить уже на этой стадии. Но, допустим, в случае Легаси, чтобы установить Буткит, нам потребуется запись в диск, чтобы переписать МБР, ВБР, ИПЛ и так далее. Поэтому если решение может в реалтайме наблюдать за сырым доступом к диску и анализировать то, что пытаемся записать, это поможет. В случае, соответственно, не Легаси режима, а у Ефи, всякий, кто попытался полезть и взаимодействовать с прошивкой, либо как-то влиять на сопутствующие параметры, в частности, NVRAM-переменные, которые могут управлять выбором загрузчиков операционной системы, да и вообще с помощью NVRAM-переменных, как показывают некоторые последние отчеты, можно даже, если Кирбут в итоге выключать, какие-то такого рода тестовые закладки остаются в прошивках, которые имеются на веб-топах. Контроль за записью в SPI. Если кто-то пытается хотя бы начать это делать, это уже хороший признак, это можно делать в реал-тайме в самой операционной системе. Вопрос здесь и еще там вопрос. Спасибо большое за доклад. Извините, такой вопрос. А что из перечисленного вообще нужно, если работает Trust Act Execution Path, нормальный Intel TXT, нормальный Boot Guard работает, собственно, есть Secure Boot. Да, там много проблем, но просто вот все известные случаи мне установки имплантов там в прошивку, которые в паблик попадают, по крайней мере, они все абьюзят какие-то баги в прошивке или неправильная конфигурация платформы. А вот нужен ли такой проект в условиях действительно примитивного воздействия, как отметил коллега в предыдущем вопросе? Ну, в некотором смысле, вы даже сами на свой вопрос немножко ответили. Смотрите, здесь есть часть про то, как сделать незаметно запись по сарому в диск или по взаимодействию с SPI. Как минимум, было уже озвучено два варианта, как добраться до маппинга регистра. То есть, если мы не знаем про новый чипсет и не знаем про то, что можно вытащить адрес из SPI, из АЦПИ, простите, пожалуйста, то можно эту стадию, в общем-то, пропустить в качестве детектора и факт будет совершен. Нет, там SMM ничего не позволит сделать, потому что сейчас SPI доступен только из систем менеджмент мод. Да, да. Вот, соответственно, мы приходим к второй части. Это про баги в SMM-режиме. Они есть, они появляются. И все, на что можно надеяться, когда у нас есть включенный секьюр-бут, у нас есть бут-гарт и вся эта цепочка трастет доверие, это уязвимости в SMM. И как показывает сегодняшняя практика, как показывает ресерч разных вендоров, в том числе и всем известного Александра Матросова, у нас различные вендоры ошибаются. Это, в принципе, свойственно. У нас любая штука, которая в IT-мире появляется, она делается рано или поздно с какими-то ошибками. Есть проблемы, которые приводят к тому, что можно воспользоваться этой самой багой, можно из-за самого режима отключить защиту и тем самым поставить бут-кит. То есть мы здесь боремся с тем, что мы, с одной стороны, должны тщательно, кропотливо анализировать прошивки, чтобы находить баги в SMM и их закрывать, но мы в эту историю не пошли. Мы пошли в историю про то, что хотя бы фиксировать факты того, что это удалось сделать и бут-кит появился. То есть это не на самой системе, это уже после того, как заражено, то есть форенсика чисто на другой системе, когда уже просто узнали о том, что это произошло. Это форенсика на тестовой системе, можно это так сказать. Да, да. Спасибо. Хорошо. Спасибо за доклад. Я здесь, если что. Да, вижу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, у меня несколько вопросов. Первый – это вот эти плагины и модули, которые вы писали, они как-то интегрированы в продукт, которым вы занимаетесь? Да, да, да. Это часть продукта, то есть это та часть, которая идет в пенсорс, в которой могут пользоваться все. Это же используется наша продукция. То есть пользователи сэндбокса, они как бы могут… У них в случае, если они анализируют какой-то бут-кит через ваш продукт, соответственно, у них там какой-то алерт прилетит или нотификация, то, что вот это какой-то бут-кит. И бут-кит часть именно саму я там могу ее каким-либо образом подампить и сам отриверсить, вот, пользуясь вашим продуктом. Ну, у нас, к сожалению, немного пользователей, которые могут проанализировать то, что вполне себе способен задампить продукт, но такая возможность предполагается, она уже на самом деле есть. То есть если у нас есть расхождение в хэш-сумах, если мы там про тот же Лигаси режим говорим, то происходит дамп, соответственно, и оригинальный, и измененной частью, чтобы можно было это сравнить и выяснить, что пошло не так. Ну, а дальше это уже варианты интеграции вот этого опенсорсного решения в какое-то там свое решение. Мы сделали так, что в случае Лигаси у нас есть такая возможность, как ребут операционной системы, после чего мы можем проанализировать стадию предзагрузки. С UEFI мы такого пока сделать не можем, потому что мы еще не научились эту самую стадию предзагрузки, выполнение кода Wi-Fi модулей, как-то тщательно проанализировать. Поэтому там этой опции не будет. Если мы в перспективе доходим до этапа, когда можем надежно фиксировать факт успешной записи в SPI, то мы сможем сделать то же самое, дампим состояние прошивки до-после, сравниваем, даем это вам на анализ, слушаем ваш фидбэк. Понятно. И еще можно, маленький вопрос. Вы когда рассказывали про взаимодействие с SPI, все дела, то есть как вы это перехватываете, как вы это потом анализируете, какие-либо другие средства взаимодействия с SPI, например, чипсек или прочие вот эти, вы какие-либо вот эти применяли или там остановились только на каком-то кастомном решении, которое вы сейчас используете? Чипсек или тот же, да, UF2, это все про взаимодействие с интерфейсом пиротовской системы, которая позволяет дать информацию о прошивке. Вот мы получили пример InzyWild про то, как это можно сделать, да, через Inout, инструкцию для получения PCI конфигурационного пространства, чтобы дальше работать с маппингом на физическую память. Мы получили информацию про то, как можно получить это самое местонахождение другим способом, других вариантов, как бы взаимодействие с самой прошивкой мы не встречали. Вот если они вам известны, давайте пообсуждаем. Будет интересно послушать, какие еще есть векторы, доработаем, видится, что это все реализуемо. Вопрос, скорее, да, в знании векторов и имплементации этого знания в что-то подобное, в такое решение. Спасибо. Спасибо. Вижу, да, вопрос. Здравствуйте, меня зовут Александр. Хотел узнать, вот этот плагин, он фактически будет детектировать именно расхождение по контрольной сумме или какую-то активность еще будет детектировать? Например, есть куча компаний, которые там, IaaS провайдеры, да, и компания, у которых много железных серверов, периодически им нужно переналивать кучу прошивок, в том числе железных. Как они могут ваш плагин задействовать? Частично ответил. Смотрите, нам видится, что когда нам, в тавтологии, да, получится затрассировать режим работы компонентов UEFI на стадии предзагрузки, вот тогда будет уже интересное подспорье для того, чтобы проводить вот такого рода исследования. То есть можно будет брать прошивку, ее, ну, вгружать, давайте так грубо выразимся, в режиме UEFI, собственно, все это хозяйство выполнять и следить за тем, что происходит. Просто сама по системе UEFI, это как маленькая операционная система, в ней, да, там тоже есть свой API-интерфейс, там есть целый SDK под это. Мы к этой стадии пока не подошли, то есть мы как-то знаем, мы это в планах держим, мы хотим это попробовать. Дальше мы хотим еще получить баланс взвешенный. Сколько ресурсов для этого требуется, кому реально это надо, чтобы не получилось так, чтобы мы что-то подобное там сделаем, потратим много времени, а этим никто не воспользуется. Хотелось бы вот вас с этим знакомить, чтобы привлекать ваше внимание, видеть, кто вообще востребован в этом всем, и дальше уже обдуманно в эту историю углубляться. Вижу, да, вот здесь вопрос. Здравствуйте, спасибо за доклад. Вопрос следующий. Ну, известны разные антисиф технологии, которые используются в UEFI, которые в том числе используются вот для буткетов. Соответственно, как вы видите реализацию? Ну, то есть антисиф продукт можно, активировать легальным образом, можно активировать, ну, грубо говоря, через перепрошивку SPI. Ну, то есть вот видите ли вы какой-то детект именно вот легальные и нелегальные возможности, ну и, соответственно, дальнейшее использование таких продуктов. Ну, то есть, грубо говоря, DXE-модуль, он будет цельный, не меняется, но при этом он работает, либо он работает, скажем так, пользователь хочет этого, либо он работает, пользователь не хочет этого. Кажется, понял вопрос. Ну, кстати, вот вот DXE-кс это и есть немножко, да, история про то, как такого рода продукт взяли, проанализировали и сделали на базе этого буткет. Что я вижу в плане совместимости это с таким продуктом? Ну, смотрите, давайте представим, что в организации появилась, да, такая необходимость, такое-то решение, которое раскатывается по там компам пользователей, соответственно, в их прошивочке ставится. После этого обратно все, кстати, улучшится, да, то есть после этого никто его оттуда обыкновенными путями штатными выпилить не может, то есть делами его трастет и так далее и тому подобное. Ну, например, ну, в таком случае можно и переформировать образ виртуальной машины, который, собственно, гоняет, все это анализирует, у него тоже это засунут, тогда это станет его легитимной частью, и эта среда не будет чем-то отличным от того, что используется в организации, это не будет чем-то вредоносным, с одной стороны. С другой стороны, если есть такое понятие, как факт установки, автоматизированной установки такого средства, ну, хорошо, попадет это один раз в продукт, это один раз будет проанализировано, один раз будет выявлен буткит, ну, потому что это все действует, как вы подметили, да, как самый настоящий буткит. Ну, это будет ложное срабатывание одно, ложное срабатывание, его можно будет исправить там каждому, да, в своем, собственно, кластере компании, там, группы компаний, филиалов, это городить от дальнейших срабатываний, и дальше это будет искать новые какие-то кейсы, когда такое может иметь место быть. Просто такая история, она же двоякая, да, с одной стороны это можно установить действительно легально, потому что компания так захотела, с другой стороны кто-то может нелегально такой инструмент поставить, чтобы дальше следить за одним-двумя-тремя пользователями. Поэтому, в принципе, изначально продукт должен такое обнаружить, а уже потом операторы безопасности должны принимать решение, было это нормально или нет. То есть нам нужен хотя бы сигнал для начала, хотя бы один этот самый сигнал, когда такое случилось. После этого история, как уже там типично это всеми бывает, там обрабатывается, вылетлистится и живем дальше с этим. Часто это повторяться не будет. Так, у нас еще есть время. Ну, у нас еще есть 2-3 минуты. Вопросы? У нас, может быть, время на один вопрос осталось. Не вижу рук. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, будете применять.